с целью добавить немножко лайфа в наше видео поделиться с вами до чем мы живем чем дышим быть вашими глазами в нашем регионе едем куда мы едем кстати мы едем по волгоградке смотреть работу по утеплению кровли изнутри позвонил клиенты хочет до нового года быстренько там купил дом и хочет нового года утеплить 2 декабря зима началась в москве сколько у нас там 0 это трасса на восток ну даже юго-восток это на челябинск до трасса рязань челябинск и так специально остановились в разу репортаж мнение мы сейчас мы пойдем выйдем сейчас покажем кое-что вам кровельщиков друзья вот мы уже приехали практически навстречу гопрошка конечно не может показать но он там натягивает гидроизоляцию сказать отличное какое строение сделано нормально и сейчас они всю крышу грубо говоря а папа помнишь пандори гидроизоляцию непонятного происхождения контур обрешетки нет нет абсолютно набивают значит и я так понимаю это мансардная кровь это будет мансардная и набивают обрешетку по моему для металла для металла черепица а вон дом все домик из горевших это вот наша работа без работы в вася ты не будешь никогда это не нашим обыграть не делаем 3 девочка делаем ребята бог помощь продолжайте в том же духе иногда жаль клиентов наверно недорого это я слышу уже два месяца что делать объекты бывают разные тут подробности не буду обсуждать на как так мы приехали сейчас посмотрим что то делать ух ты а это чё то это ваш дом нет мне не было не трещина осталось уже как говорится по наследству ребята ух ты вот это да это все это разошлось одна сторона фундамент это все это сильно эта стена пострадала конечно даже визуально видно наклянилась заказчик купил дом в таком состоянии здрасте алексей армен объясните ситуацию у вас вот скаты мансардная кровля до вот эти скаты утеплены я думаю что нет потому что там наверху просто как говорится на просто на утеплитель сверху лежит на потолке на самой крыше его нет наша задача вы хотите в горе задачи сделать нормально давайте посмотрим значит контрабрешетка и есть самое главное уже хорошо всегда контрабрешетка вон брусок есть 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 сороковка она сюда посвятим маркировку не видать и маркировки нет так потолок потолок смотрим пароизоляции нет надо обязательно разбирать эту вагонку не вагонку а что это вот есть это не пароизоляции туда по скату идет она или нет а нет там вагонку щупы а а до вагонку вагонку было голо все значит у меня готово уже диагностика диагноз готов стыковка прошла успешно кровля у вас мансардная мансардная да вот это пятая стена в вашем помещении пароизоляции нет здесь поставить ее только надо разобрав там она получается есть там она есть но не кокосовая контрабрешетка есть для продуха гидроизоляция дешевая но есть значит пароизоляции вот нижней нету она стыкуется под вагонку засунуть ее вот сюда не представляется возможно невозможным не разобрав да и я так думаю что крышу утеплять вам не будем вот именно по этим границам надо утеплять надо полностью выгребать вот это все допустим или смещать в одну сторону вагонку все снимать значит гиды наполнять утеплитель утеплитель межстропильное пространство и делать пароизоляции из проклейки стыка потом возвращать вагон потому что у вас здесь будет теплопотери вот это тепло вашему тут нет ничего в том-то и дело я и сам понимает прекрасно что у меня теплый воздух должен быть сверху даже сейчас в доме находишься наверху холоднее чем внизу внизу теплее понятное дело что теплопотери а когда вы включите как коммуникации у вас на улице смотрите будет минус 25 а внутри плюс 25 вы будете газов добавлять в основном и появится у вас уже ну да вот тоже разбираем потолок можно не разбирать моего постелим а вот там мы никак ее не засудим потому что там же крыша понимаете у вас гидроизоляция сделано смотрите для двухслойной системы вентиляции я сейчас объясню что такое двухслойная система вентиляции дешевенькая гидроизоляция она подразумевает вытяжку между утеплителем и собой внизу и сверху где брусок для продыха но под крыши двуслойно это дешево а до однослойно это там дельта тайвик они стоят там рулон десятка это у вас там ну тысячи рублей то есть но дельта или тайвик позволяет полностью набивать утеплителем и только сверху на вентилируется однослойность а дешевенькая надо еще зазор еще внизу дело еще из-за этого можем мы грубо еще увеличить сантиметров пять сюда бруском набить но немножко вы поняли то есть там надо еще дополнительные зазор д чтобы не спасти эту гидроизоляцию не разбираю не разбирая сейчас пройдем гараж и вот деревянный дом обложен кстати кирпичом новый заказчик конечно вступает в права узнает много подробностей о своем доме но ничего сама ясма если самое главное оптимизм он не теряет справедливости ради я это тоже выяснял до покупки я понимал на что иду соответственно и цену сбивал не контрабрешетка есть контрабрешетка есть брусок да он ригеля смотри контрабрешетка стоит ее вот это можно до ума довести да ее можно ну края понятном выровнять контрабрешетку заложили ее дома есть а тут вообще я он снимал не прокручиваем боковушечки просто увеличить вам карнизные фронтоны подшивочку сделать это культуре это можно видите отсюда центр у вас завалился вот я не знаю вот отсюда если видно центр яма он там объем отсюда и когда вечером солнце будет с одного придем угла вот прям эту тень она будет отбрасывать главное чтобы она просто и дальше не поплыла если вот такой только дефект останется в этом удачно ее сделать хотя бы по правилам по размерам да я вижу она где должны саморезы до сажаться она расположена чем в том помещении здесь более-менее здесь еще можно ее спасти сделать не знаю не знаю неизвестного происхождения все понятно размеры сняли хорошо роман приятно было познакомиться взаимно ждите на смету до от вас соответственно ближайшее время эта смета как можно быстрее сегодня она будет все значит тогда сегодня что новогодние праздники должны это решение принятие как можно быстрее но на той неделе надо уже начинать это даже я бы не на той неделе начинал вчера уже до вчера это понятно но мы-то здесь сегодня я вынесли да можете остаться не просто как я не брать и ну хорошо все 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 пока мной поставим диагноз то есть вагонку надо срывать всю в доме обязательно на мансарде значит выгребать оттуда утеплитель благо то что гидроизоляция там дешевенькая но есть будем делать 1 снова однослойную систему вентиляции и наращивать бруском под потолки немножко опустятся на 5 сантиметров дабы увеличить прослойку утепления и утеплителем мы будем заполнять стропильное пространство использовать подумающую какую подобрать пароизоляцию нормально да такой вариант недорогой до средней золотую середину да и возвращать обратно в вагон вот такие планируются работы на этом объекте иначе то есть но человек стоит задачу ему надо вопрос кровли то есть я так понимаю он переходит к отделке да то есть вообще и к отоплению да чтобы теплопотеря не было газ меньше использовать то есть с кровлей закрыть вопрос окончательно чтобы наш клиент нему не возвращался мы это сделаем обязательно даже нет сомнений и уложимся вовремя я люблю всегда выстраивать со своими клиентами такую добрую позитивную волну что стройка ремонт должно приносить удовольствие и радость во всех смыслах я бы стоям бах немножко ну в игроке съезжали всегда такая комитет кстати после мы оставлю уйти москва как бы очень дорогой город это вам говорит москвич ты коренной вось мое личное мнение я как бы не москвич я тоже в свое время приехал сюда я всегда завидую людям которые вот на находят себя в том месте где они живут это самая глава главная прелесть именно пригодится там где ты нужен там где ты живешь и я встречаю людей допустим с моего города которые в порядке и мне зачем никуда ехать и мы и на месте неплохо да занимаются свой удовольствием охотой рыбалкой хобби налажен бизнес и так далее какая москва о чем ты говоришь но не у всех так по получается за ищих ног и может получиться у всех да нет но шансов здесь больше но почему-то некоторые думают что стоит только сюда приехать здесь какие-то да деньги валяют валяются да и и все то есть это ошибка ошибка еще пару слов о москве скажешь не знаю по обрежем сейчас сейчас наставят дизлайков не нормально просто очень большой город мультинациональным понимаете здесь временами бывает весело кров монтаж на связи слушаем я по поводу кровли и так мне не надо установить снегозадержатель нет 15 метров на но снег снег это более-менее 21 километр прям вот мукация мост и за дому 21 километра они все спасибо до свидания алло 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 добрый добрый день здрась компания артстрой нет вы хотели материал предложить ясно но предупреждаю нас сложно удивить какого дыр в какой компании нахожусь в городе нижнем городе но занимаясь продажи материалов по россии то есть у нас есть как дилер тут я поэтому я могу легко легко вас удивить главное мама привелиться какой материал вам нужен использовать ладно спасибо вам тоже будем заканчивать свой репортаж надеюсь было вам интересно новом формате пишите комментарии значит что хотите подробно узнать о нашей работе прежде всего мы делаем видосы до вас видео будет выходить у нас и разные из категории live а там посмотрим как вы откликнетесь и уже будем мы пилить видосы дальше и мнение которое мы высказываем примите что это наши субъективные мнения и не спорим ни с кем да ладно всем пока удачи всем счастливо